Добрый день всем! Представьтесь, пожалуйста, откуда вы, из какого города? Я, Заира, приехала из Дагестана, города Махачкала, приехала со знакомительной такой туристической поездкой, познакомиться с вашим прекрасным городом, центром столицы Баку. Прекрасно! Это ваш первый визит в Азербайджан? И откуда вы узнали, как вот вы решили посетить Азербайджан? Это у меня первая поездка, потому что я хотела узнать более близко, как существует страна, города, люди, ознакомиться с культурой, традициями. Я узнала это из туристического агентства нашего, что осуществляется такая поездка, недорогая и на достаточно хороший срок, 4 дня, чтобы ознакомиться с этими традициями, с этой культурой, познакомиться поближе, узнать азербайджанскую кухню бесподобную. Поэтому это было очень интересно. Меня зовут Марьян, приехала из Махачкалы с мужем, тоже так вот на туристическую поездку, посмотреть места, культуру узнать, попробовать новые блюда ваши. Что больше всех понравилось, и блюда, и места, вот что советуете посетить другим туристам, что будете рассказывать про наш Азербайджан? Ну вот вчера у нас был первый день, мы гуляли по набережной, набережная однозначно шикарная, красивая, буду советовать прогуляться по ней. Вот сейчас старый город, впечатляет, очень красиво, все так колоритно. А что успели попробовать из национальной кухни азербайджанской? Пока только шашлык. Поужинали, сейчас будем пробовать еще. Посоветовали нам попробовать кутабы, вот будем пробовать. Обязательно. Мы из Волгограда, добрый день, меня зовут Ольга. Мой сын. Артем. Очень приятно. Расскажите, пожалуйста, это ваш первый визит в Азербайджан, и как вот вы решили посетить Азербайджан, откуда вы узнали, что вот можно посетить Азербайджан? Пожалуйста, поподробнее. Ну, наш первый визит, в принципе, мы едем, путешествуем в Грузию, по дороге решили заехать в Азербайджан, но решили остаться на пару дней, потому что очень понравился центр Баку, вот, очень понравилась кухня, вообще встретили очень гостеприимные местные, все очень гостеприимные, и, в общем-то, показывают, рассказывают с удовольствием, ведут беседы еще, в общем-то, много кто знает русский язык, очень комфортно, и в гостинице отнеслись очень комфортно. То есть, в принципе, нам пока все нравится. Что успели посетить, и что вот будете советовать вот своим родным, близким, что прежде всего надо посетить в Азербайджан? Наверное, просто можно приехать в центр Баку и гулять, и гулять можно, в общем-то, весь день, и особенно ночь, то есть набережная, все, что касается самого города Баку, все очень интересно. Вот мы успели посетить пока только Розовое озеро, и вот сегодня приехали сюда, вот, и сегодня дальше хотим и на набережной побывать, в общем-то, ну, то есть, будем гулять. Из еды что успели попробовать? Ну, мясо, конечно, в первую очередь, баклажаны, то есть, шашлык, люля, рыбу, да, ездили вчера в рыбный ресторан на берегу Каспе, очень понравилось, тоже произвело впечатление огромное. Вот, цены очень доступные, даже там, по сравнению с российскими, и, в принципе, сервис отличный. Мы приехали из Башкирии, из России, из города Уфе, остановились здесь не очень далеко, сняли квартиру, и вот мы сегодня первый день спустились в старый город, прилетели мы вчера ночью. Мы любим совмещать отдых именно, как бы, пляжный, отдохнуть, но в то же время знакомиться с культурой, с историей народа, страны. И вот давно была мечта посетить Баку. Во-первых, у нас на наших информационных каналах, музыкальных каналах, именно очень много... Жара в Баку, и у нас очень транслируется, и, как бы, это сейчас считается таким-то трендом. И именно вот раскрутка вашего Баку, в первую очередь, пошла именно вот с таких музыкальных каналов, где очень наши многие артисты приезжали, и вот это, как бы, немножко нас подвело к тому, чтобы мы приехали, посмотрели ваш город, вашу страну и познакомились с вами. Уже нравится, вот хотя вы первый день, наверное, мало что успели посетить, но все равно, вот, какие первые впечатления? Людейка переписывались, я говорю, мы, наверное, вам дождик привезли, потому что с утра был дождь, но дело в том, что пока мы умылись, оделись, вышли, дождя как будто им не было. Очень теплая погода, на самом деле, позитивно идем гуляем, пока наслаждаемся. Одни только запахи доставляют такое удовольствие, вот когда проходим вдоль этих маленьких улочек. Да, красиво, здание очень, да, оно что-то напоминает, да, и более европейское еще, зелень очень. Город зеленый, у вас зелень очень много. Что вообще планируете посетить, вот, какие в планах места? Пока сегодня старый город мы хотели, да. Старый город, а потом хотели выехать на несколько экскурсий, именно, вот у вас есть Горящая гора, вот именно вот такие вот, немножечко. Но оставшиеся шесть дней мы хотели провести на берегу или Мордокян, или Бельгия, и просто отдохнуть на пляже, и просто насладиться теплым морем. Мы из Москвы, меня зовут Елиса. А я Федя. Очень приятно, ребята. Это ваш первый визит в Баку? Да, первый раз. Что успели посетить, что больше всех понравилось? Музей искусства, Санкт-Петербург, Лива, Креп, 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 Креп. Очень незабывающий, такого нигде нет больше. Баку это, это что-то. Какие вот у вас особенные любимые места? Что советуете посетить? Ну, прежде всего, это старый город, конечно. Сейчас вот как раз идем в сторону Девичьей башни. Хотим залезть. Давайте. Вот. Ну и бульвар, конечно. Бульвар. С того времени, как я здесь не была, конечно, очень все изменилось. Баку похорошел. Может быть, конечно, что-то колоритное. Может быть, что-то ушло, конечно, с того времени, как. Но, с другой стороны, видно, что бакинцы очень дорожат тем, что есть. И поддерживают всеми силами вот этот колорит. Поэтому, поэтому так держать. Спасибо. Из еды. Что вот вам больше всего нравится? Что советуете попробовать другим туристам обязательно? Ну, наверное, кебабы. Очень люблю сладкое, мучное. Это пахлава, шакер-бура. Ну, такие вещи. Шакер-чурек. Такие очень люблю. Спасибо. Спасибо.